Всем привет! Сегодня хочу показать партию, которую разыграла с Алисой Голямовой на суперфинале Чемпионата России, который проходил в декабре 2020 года. Собственно, я играла черными, была астроиндийская защита, боевой дебют, и, в принципе, Алиса Михайловна тоже избрала такое продолжение, которое явно означает о том, что будет борьба, потому что данные структуры известны тем, как получилось, допустим, B4, E4, известны тем, что белые будут пытаться надавливать на ферзьем фланге в то время, когда черные будут пытаться заматовать. Ну и, собственно, либо черные ставят мат, либо проигрывают на ферзьем фланге. Этот вариант я готовила в том числе, как один из многих, которые ожидались на эту партию, и поэтому здесь какие-то идеи общие были мне знакомы. Ну, естественно, H5, тут достаточно стандартная расстановка, что черные входят слоны в 5, конь H7, очень часто коня на G5 ставят. Ну и дальше, в зависимости от ситуации, либо пешка H идет вперед, ну, естественно, она здесь будет остановлена, скорее всего, белые сыграют H3, либо какие-то там фигуры наступают на G4, слон G4, конь G4, а белые, в свою очередь, естественно, будут надвигать на этом фланге пешки. И, скажем так, понятно, что игра будет очень острая, и как во многих староиндийских позициях, в принципе, компьютер чаще всего будет оценивать в пользу белых, но здесь игра не лишена, так скажем, каких-то очень интересных идей. Поэтому, собственно, как и случилось в партии, поэтому покажу, что было дальше, ферзь B3. На самом деле, позиция, которая возникла через несколько ходов на доске во время партии, была у меня также при подготовке, но через несколько иной порядок ходов, потому что здесь у меня рассматривался ход А5, на что черные должны, скорее всего, сыграть H6, потому что допускать H6, ход белых, не очень здесь правильно. Я могу сказать, что у меня был горький опыт. Я не одну партию сыграла тут со своим мужем, и когда он ходил, таки H6, и, в общем, мат я не ставила, а меня просто ожидал разгром на ферзьевом фланге. Поэтому я уже знала, как здесь стоит играть. Ферзь B3, конь H7, ладья F1, слон F5. В принципе, все как бы по плану. Белые усиливаются на ферзьевом фланге, черные на королевском. А5, H6, B5, C6. Ну, вот, честно говоря, до этого момента, скажем так, эта позиция у меня возникала при подготовке, и я знала, что здесь сильнейшее продолжение за белых, достаточно такое нетривиальное ферзь А4, и на ладья C8, ферзь D1. Такой маневр совершается, потому что, если белые сыграют сразу ферзь D1, то как раз вот суть хода C6 в том, что здесь висит пешка на А5 где-то. Соответственно, C6, здесь все мои познания закончились, я знала, что позиция неясная, ну и достаточно далеко, в принципе, уже поэтому не могу сказать, что это прям ожидалось. В партии последовала Bc, Bc, ферзь D1. В принципе, достаточно логичная реакция. Ферзь уходит назад, где-то там белый готовится к тому, чтобы поставить фигуру на F1 какую-то, может быть слона, может быть коня, то есть как-то укрепить королевский фланг, и в дальнейшем конь А4, слон C3, там коня на B6, то есть как-то по линии B запускать свои фигуры. Конь G5, в принципе, тоже, мне кажется, логичный ход. Здесь Алиса Михайловна сыграла слон F1, но мне здесь очень нравится, просто покажу интересную идею за белых. Ну, конь А4, кажется, очень логичный ход, потому что белые хотят поставить коня на B6. Если черные продолжают сейчас H4, ну, вроде бы, как бы кажется, что слон F1 как раз сделан ход с идеей, чтобы на H4 отреагировать H3 и не бояться каких-то жертв на поле H3. Так вот здесь H4, H3, и если черный попробует пожертвовать слон H3, GH, конь бьет H3, то здесь мне очень нравится такая идея защитительная, красивая. Короче, G2, ферзь D7, и на самом деле черные уже хотят сыграть ферзь F5 как-то на пункт F2, и позиция не очень приятная была бы у белых, если бы не вот этот ход ферзь H1 такой, который издалека очень тяжело увидеть. Мне кажется, вот очень классный такой защитительный ресурс. Ну, белые сыграли слон F1. Слон G4, наверное, не самый точный ход, честно говоря. На самом деле здесь была у меня тоже такая интересная возможность, которую, признаться честно, я во время партии не рассматривала. Как-то была очень нацелена именно на кролевский фланг, но вот на самом деле оказалось, что, возможно, здесь стоило мне играть тоже по всей доске, и сыграет ладья B8 с идеей, допустим, на слон A3 ход C5, то есть тут немножко вот именно побороться за центр. Но я была нацелена, как я уже сказала, на короля, поэтому слон G4, ферзь E1, ферзь D7, то есть где-то намечаю ферзь F5 или там H4, какие-то уже мелькают жертвы на поле F3. Последовал ход слона A3, ладья D8, защищая пешку на D6, как бы пока ничего не происходит, скажем так. решающего C5, D5, ладья C на B1. Вот мне кажется, что на самом деле белым, возможно, имело смысл где-то сыграть H3. Как минимум для табло, чтобы мне на каждом ходу надо было считаться с тем, могут ли вообще-то белые взять моего слона, потому что жертвы на H3 на самом деле не настолько здесь опасны, потому что есть ход ферзь F1 и, собственно, ферзь F5, ферзь G2, и как-то не очень понятно, как мне дальше развивать инициативу. А белые потихоньку все-таки тоже по линии B могут зайти ладьей. Поэтому это, мне кажется, что было интересно. Но ладья Cb1, естественно, абсолютно не ошибка. Последовала ферзь F5. Собственно, я следую своей концепции. Там как можно больше фигур рядом с королем, и, может быть, что-то таки получится. На ферзь F5 последовала ладья B6. Ладья C8 теперь я сыграла, и думаю, что это был не очень хороший ход. Здесь у меня была возможность уже нанести удар. Так скажем, конь F3. GF, слон бьет F3. Ну, слон, конь бьет F3, наверное, вынуждена. EF, и вот здесь теперь надо ходить ферзь D1, потому что иначе черные хотят сыграть ферзь G4, ферзь H4 и конь G4 с матовыми атаками. Поэтому ферзь D1, надо держать пешку F3 под прицелом. Ну и на самом деле здесь какие-то начинаются красоты. Конь G4, теперь практически единственный ход ладья A2, на что следует ладья бьет E3. Ну, я на самом деле думаю, что, в принципе, понятно, что такие осложнения чаще всего заканчиваются ничьей. Ну, собственно, я как бы здесь не буду, наверное, вдаваться в подробности какие-то, но покажу просто красивую ничью, которая в итоге получается. F, E, F2, король H1. Теперь следует совершенно неожиданно. Слон бьет D4, пользуясь тем, что на E, D будет ход ферзь F4. Ну и какая-то вот такая ничья получается. На самом деле, вообще просматривая эту партию уже постфактум с компьютером, вот таких, скажем так, диковинных вариантов было очень много. И, то есть, несмотря на то, что после партии я понимала, что в этой партии было довольно много ошибок с стороны белых, с стороны черных, но все-таки анализируя с компьютером, я могу сказать, что здесь все гораздо сложнее, чем кажется, и чем как бы я даже сейчас там постараюсь как-то рассказать. Ну, ладья C8, в общем, не самый удачный ход. Последовал ладья бьет H6, слон H6. Ну, я во время партии, на самом деле, здесь чувствовала, что надо уже, наконец, что-то ставить на поле F3, но как-то вот что-то у меня нигде не срасталось, и я решила, скажем так, еще добавить фигуру, потому что слон H6, сказал, где-то там на E3, может быть, что-то, какие-то дополнительные возможности, связанные с ходом слона F4, появятся. Здесь заслуживал внимания ход и конь F3, и слон F3. Ну, в частности, слон F3 я очень долго считала во время партии. И, то есть, ну, на GF последовало бы EF, и здесь очень сильная атака у черных, потому что ферзь приходит на H4, конь на G4, то есть, скорее всего, бить нельзя было бы. Мне кажется, я отказалась из-за хода H4 во время партии, но здесь, на самом деле, находится возможность конь G4, HG, ферзь бьет G5, и вот GF, конь E3, король H2, король H1 и конь C2, допустим. То есть, здесь, как бы, вот этот ход конь G4 выпал у меня из поля зрения. На слон F3, на самом деле, отход еще, который не выигрывает партию, потому что у белых есть возможность хода конь E2. Это, кстати, такой ресурс, который встречается в этих структурах. Я позже, наверное, скажу о том, что там белым надо было как раз воспользоваться этим ходом. Но на конь E2, H4, черные продолжают как-то надвигать. И теперь вот интересная возможность, что на конь F4 наиболее сильное продолжение со стороны черных – это конь H5, то есть, разменять как раз вот эту фигуру, которая укрепляет короля. Конь BH5, GH, открывается линия G для атаки. То есть, здесь вот эта возможность тоже надо иметь в виду. А если ладья B6, то у черных имеется тоже такой вариант. Слон бьет G2, слон G2, конь F3. И, скажем так, вот такую позицию играть. Тут конь E4. Ну, в общем, видно, что как бы черные здесь поддерживают инициативу. И надо было здесь, конечно, мне решиться на что-то. Либо конь F3, либо слон F3. Ну, я сыграла слона F6 и во время партии очень сильно себя ругала, потому что, сделая этот ход, я увидела, что у белых есть в распоряжении ход ферзь B1. Вот. На самом деле, ничего страшного тут не произошло после ферзь B1. Даже, возможно, как бы я потом, когда уже анализировала, может быть, с ладья B6 был ход здесь и поточнее. Опять-таки, пользуясь тем, что на слон F3 есть ход конь E2. И черные держатся, на самом деле, не совсем понятно, зачем был сделан этот ход слона F6. А ладья как раз то, что вернулась на B6 за счет этого темпа. Где-то там ладья B2, возможно, такие защитительные ресурсы. Но ферзь B1 тоже во время партии мне казалась абсолютно правильным решением. И, в общем, я себя корила. Конь E6. На самом деле, вот эта неточность, но она, то есть, следовало сыграть H4. Но конь E6 такая, ну, достаточно, на мой взгляд, человеческая неточность, потому что черные грозят сыграть конь B4. И кажется, что белым надо защищаться. Собственно, в партии последовала ладья A2. Но на самом деле, гораздо сильнее было, скажем так, проигнорировать эту угрозу. И сыграть, допустим, ладья B6, конь бьет D4. И теперь А6. И вот несмотря на то, что черные вроде бы побили центральную пешку на D4, но на самом деле здесь нарушена уже полностью их координация. И как-то и атаки не видно. А пешка А уже идет в ферзи. Я думаю, что вот это один из основных моментов, когда белые могли, мягко говоря, побороться за перевес. После конь E6 наступила ладья A2, ферзь G5, ладья B6, слон F5. Ну, собственно, мне тут как бы ничего не оставалось, кроме как-то маневрировать фигурами, чтобы создавать новые угрозы. И причем делать это надо как можно быстрее, потому что иначе пешка А грозится пройти. Ферзь E1, конь G4, конь D1 тоже логично, как бы белые вроде все прикрывают все теоретически возможные слабости, скажем так. Ферзь H4, H3, конь G5. Ну и вот здесь ход, который, ну, даже если он, скажем так, не был бы теоретически слабым, теоретически ошибкой, то, конечно, в практической партии HG не стоило играть, потому что, на самом деле, в принципе, черные здесь особо ничем не грозят. И стоило продолжить просто H6. Я планировала сыграть конь F6, чтобы создавать видимость какой-то угрозы взятия на H3. На самом деле, вот дело в том, что это как бы только видимость. Здесь есть конь C3, допустим, у белых. И, в принципе, взятие на H3 ни к чему не приводит, потому что белые играют ферзь F1, и не видно, как дальше продолжать какую-то здесь атаку. Компьютер предлагал здесь такую интересную идею продолжения атаки конь FH7, то есть планируя где-то сыграть конь бьет H3, GH, конь G5, но опять-таки с помощью компьютера здесь есть, например, очень классная защита, которая заключается в ходе ладья 1. Идея в том, что ладья защищает ферзя, и теперь на конь бьет H3, GH, сон H3. У белых есть ход F4, который, в принципе, наверное, заканчивает здесь какие-то вопросы. Но в партии последовало HG. Я, честно говоря, немножко была удивлена этому ходу, потому что, во-первых, мне что-то казалось, что коня бить вообще нельзя, поэтому я этот ход даже не рассматривала. То есть я была уверена, что здесь какая-то будет очень сильная атака по линии H. Ну, собственно, так и получилось. G3, ферзь H5, здесь уже позиция с большим перевесом у черных, и F4 последовало. Ну, кажется логичным, что где-то ладья С2 подключится, потому что иначе, если черные так не пойдут, то, скорее всего, просто наступит король G7. Ну, наверное, начнем с конь F3, король G7, потом слон G5, ладья H8. То есть мат по линии H кажется неизбежным. Поэтому последовало F4. Здесь я допустила неточность, сыграв GF. Стоило сыграть ЕF, все-таки более как бы логичный ход, потому что ладья включается в борьбу. Мне во время партии не понравился ход ферзь F2, и как-то мне казалось, что ферзь H2. Но на самом деле здесь, допустим, после такого красивого хода слон D3, убить слона, естественно, нельзя, потому что конь H3 будет. Слон D3, ферзь H2, и как бы здесь вот эта возможность почему-то у меня абсолютно выпала из моего поля зрения конь H3 ход. Слон H3 GH, ну и у белых тут совсем плохо, потому что и король слабый, и пешки, и как-то и фигуры все не скоординированы. То есть здесь прям совсем ферзь F2, слон Е2, допустим, на Е3 висит. То есть здесь как-то заканчивал, наверное, гораздо быстрее, но, наверное, не привело бы тогда к красивой эффектной комбинации, которая произошла во время партии. Я пошла АЖФ, конь F2, как раз вот здесь сильнее ход был ферзь F2, и на король G7 уже ферзь H2, и на конь H3 здесь вот конь F1, и как-то как раз здесь даже зрительно видно, что фигуры белых все-таки более скоординированы. Последовало конь F2, король G7, слон А6. И здесь я сыграла ладья C7, это не совсем точный ход, следовало ладью поставить на А8, потому что потом я покажу вариант, что все-таки слон на А6 как раз явился очень важной фигурой. Поэтому стоило ладья А8 сыграть, и на конь F1 ладья бьет А6. С теми же идеями, на самом деле, как в партии. Ну, в общем, здесь после А6 ладья А8, А7, я думаю, что можно понять, какой ход последовал. Я тут не буду его показывать, все-таки покажу так, как это было в партии. После слон А6 ладья C7, конь F1 ладья А8, на самом деле решающая ошибка, которая уже точно приводит к поражению белых, был ход слон B7. Но, честно говоря, найти, конечно, в условиях цитноты здесь правильную реакцию защиты, на мой взгляд, ну, практически невозможно. На самом деле, ну, я только расскажу, что это было. Слон C1, слон H3, конь H2, вот так вот коней расположить, слон G2, слон F1. Ну, как бы красоты надо продолжать, поэтому я доведу вариант до конца. Ферзь H3, ход, конь D1. Ну, и, в общем, какой-то здесь ужасный форсированный вариант происходит. Прошу меня извинить за эту комповщину, но все-таки такая партия, как бы здесь, мне кажется, можно и такие даже странные варианты приводить. Ну, и, в общем, тут ладья B1, и дальше, я думаю, что можем оценить как-то сами, что позиция неясная. Вот. А слон B7, ход являлся действительно ошибкой, уже такой решающей. После чего я... Партия, мне кажется, здесь оставалась, может быть, у меня минута, может быть, минута с чем-то. То есть мне казалось, что слона на G2 точно надо завести, а дальше надеяться на то, что что-нибудь найдется. Ну, собственно, так и было. Здесь буквально на последних секундах я увидела идею ферзь H1. Точнее, как я ее видела, но мне не хотелось верить, что действительно там последуют какие-то угрозы, от которых невозможно защититься. Ну, на самом деле, можно было сыграть тоже конь H3, гораздо менее красиво, но и более спокойно. Конь бьет H3, ферзь H3, А8 ферзь, ну и, например, слон Е3, конь Е3, ферзь H2, король F2, слон F1. Вот такой тоже можно было мат поставить. Но он, конечно, менее впечатляющий. И в партии я сыграла ферзь H1, конь H1, конь H3, король H2, слон бьет Е3, и белые сдались. На самом деле, играя в ферзь H1, я видела, что грозит очень много матов, и не видела защиты. Но так как у меня оставалось слишком мало времени, ну, я решила, что такой ход надо сделать, как минимум будет очень красивый ход в копилке моих ходов в карьере. Поэтому, скажем так, этот ход был сделан, и с надеждой на то, что действительно мат последует, ну, действительно, защиты у белых нет, потому что на 8 ферзь, на самом деле, очень забавно то, что выигрывает даже ход ладья H7. Но таких красот, конечно, здесь уже не надо было. Думаю, что уверенно можно было поставить слон G1 мат. А если белый, допустим, побьет ферзь, бьет Е3, то конь F4, король G1, ладья H1. Ну, и здесь тоже следует мат. На самом деле, так вот получилось, что король белых оказался здесь как-то вот в коробочке, и на самом деле даже, в принципе, каких-то идей тут тоже там, не знаю, G4, например, тогда можно дать мат, например, еще вот так красиво. Конь бьет H1. То есть, ну, вот такая вот партия получилась. Конечно, она была небезошибочная, очень много возможностей было и у белых, и у черных. Но я очень рада, что мне удалось действительно сыграть такую как бы интересную партию, и в том числе проявить фантазию, и провести вот эту комбинацию решающую ферзь решения. Ну, а главное, что эта комбинация оказалась все-таки корректной. Вот, так что спасибо за внимание. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok